Привет, друзья! Меня зовут Саша и это канал ArtFishler. Я рада вас приветствовать и сегодня мы напишем вот такой вот фонарь акварельными красками. Пожалуйста, приготовьте все материалы, которые я напишу в описании под этим видео. Это бумага, акварельные краски, кисточки, вода, гелевая черная ручка и белая гуашь. И, конечно, карандаш с ластиком. Ну что же, начнем. Итак, сначала нам с вами нужно закрепить бумагу на столе малярным бумажным скотчем. Я это делаю для того, чтобы, во-первых, у меня держался лист, во-вторых, для того, чтобы бумага не делала волну, когда мы ее намочим. Далее мы намечаем сначала снег, затем рисуем ось для нашего фонарика и определяем его размер. Он у нас будет отсюда и вот досюда вместе с крючком. Вот будет сам размер вот этого металлического каркаса. Зачем нам нужна ось посередине? Смотрите, если у нас симметричный объект, а он у нас симметричный, то есть он с двух сторон одинаковый, то нам нужно располагать все, соответственно, вот видите, я померила отсюда до сюда, отсюда до сюда. У меня одинаковый размер. Далее я делаю фонарь, сам фонарь. Да, опять же, мы смотрим, чтобы вот тут были одинаковые расстояния. Давайте, наверное, даже поуже сделаем. Красиво, когда есть вот такой вот контраст форм. От узкого к более широкому. И здесь вот такой маленький эллипс рисуем. Такой раз. Это будет у нас крышка, а здесь делаем чуть-чуть еще. Так, это саму крышку мы наметили. Так, и здесь крышечка. И здесь такой крючок у нас в форме выпросительного знака. Смотрите, я вижу, что у меня две стороны не симметричные. Давайте проверим. Раз. Два. Расстояние одинаковое, но форма вот здесь вот более такая пологая, здесь более круглая. Мне такая круглая не нравится. Здесь, значит, мы немножечко вот. Так. Я сделала немного понасыщеннее линии своего карандаша, чтобы вам было видно. Немного получше. Так. Ну что ж, поехали дальше. Сам металлический этот каркас мы также сюда вырисовываем. Имеет определенную толщину. Вот так. Готово. Теперь, когда у нас готов сам фонарь, можно линию построения в середине стереть. И здесь намечаем три вот этих эллипсы. Эллипсы. Вот раз, два и три. Закроем немножечко солнце, которое мне мешает. И поехали дальше. Здесь у нас будет снег. Здесь у нас будет веточка вот такая. И здесь также наметим ветку сразу. Ну что ж, приступаем теперь к цвету. Итак, смотрите. Для начала, мы с вами покрываем... Давайте сотрём все ненужные линии. И мы с вами покрываем фон сначала просто водой. Здесь я также затрону вот эту область внутри. Ну что ж, супер. И теперь поехали. Первый цвет у нас будет оранжевый. Он будет здесь где-то возле фонаря. Металлическую часть вы также можете сейчас зарисовывать. Итак, я беру цвета оранжевый. Беру цвет розовый. У меня он выглядит вот так. И поехали. Ягоды также закрашиваем, потому что их слишком сложно будет обойти. Можете об этом пока не переживать. Следующий цвет розовый. И они вот таким вот, как полукругом, идут вокруг фонаря. Можно даже между ними проложить немного вот такого алого цвета. Обратите внимание, здесь цвета должны быть довольно насыщенными. Все это пишется по влажной бумаге. Здесь максимально насыщенные цвета. И сейчас я беру немного ультрамарина. Вот такого. И он у меня прямо с вот этими цветами смешивается сразу с этим розовым. И потихоньку кое-где они вплывают друг в друга. Теперь что нам нужно? Нам нужно вычистить световые вот эти пятна. Для этого я беру другую кисть. Тоненькую. Ой, круглую. И ее вот так вот мою. Видите? А потом отжимаю хорошо-хорошо рукой. Вот так. И вымываю, вытаскиваю, разъедаю этот цвет здесь внутри потихонечку. Вот так. И даю ему просохнуть пока что. И мы переходим к следующему слою, вот этому нижнему слою. Тоже покрываем его водой. Вот я этой кистью. Я лучше вот эту. Моя любимая. Это вот эта скошенная кисть. Видите? Вот такая. Сейчас у меня тут чуть-чуть попало фиолетового цвета, но это ничего. И мы пишем свет, который падает от фонаря на снег. Первый слой. Желтый. Вот представьте, да? Фонарь светит. И вокруг него вот такое вот получается сияние. Вокруг мы таким вот эллипсом покрыли. Следующий слой оранжевый. Но здесь уже цвет не такой насыщенный, как вверху у нас был. Понежнее, полегче. Вот этот оранжевый у нас сюда вот так вот зашел. И тоже немножко розового мы добавляем тут. Прозрачно, легонечко. Так, готово. А теперь смотрите, у нас там есть еще тени. На тени ультрамариновые мы проложим после. Сейчас время заняться фонарем. Смотрите, чтобы писать фонарь, вам нужно убедиться, что наш с вами фон вот тут вот просох. И только тогда вы можете переходить к фонарю. Потихонечку заливаем его водой. Оставляем вот здесь вот центр белым. И рисуем круг за кругом. Итак, первый круг. Я беру вот так вот, желтый делаю. Круг, обратите внимание, получился слишком четкий. Поэтому беру кисть, смываю. Итак, я сейчас покажу немножко на другой своей работе, потому что я немножко техника косякнула. Итак, делаем желтый круг. Я сначала смочила весь фонарь. Далее, в следующем месте, я даже не мою кисть. Я беру, чтобы было лучше видно, оранжевый цвет. Это может быть любой оранжевый. Следующий я беру, алый, вот такой. Недостаточно, он интенсивный, надо чуть побольше. Взять. Так. И здесь сделаю, как будто бы, да, тоже еще один. Еще один вот такой круг. И так же немножко холодного красного, вот такого вот розового, добавляю. И все их друг с дружкой немножечко смешиваю, если они у нас друг с другом не смешались сами. Вот так, просто чистой кистью прохожусь между ними. Так, двигаемся дальше. У меня немножечко просохла моя работа, и теперь я готова продолжать ее делать. А теперь я беру уже цвета, которые мы будем здесь работать. Теперь в некоторых местах нам нужно сделать посветлее. Более яркий свет, вот здесь вот. Я беру немного красного. Чуть-чуть желтого. И добавляю вот сюда, вот на внутреннюю сторону, показывая свет фонарика. Здесь вы можете взять тонкую кисть и смотрите, чтобы ваши линии были достаточно темными. Я сейчас взяла прямо немного фиолетового. Буду делать тени. Мы вертикальными линиями вот здесь вот чуть-чуть добавляем теней. Вот здесь вот под крышкой делаем еще одну тень. Вот у этой вот части тоже. Тоже ближе к фонарю я иду. Хорошо, здесь немножечко. Давайте еще вот тут на переднем плане немного яркости добавим. Я бы хотела сделать красное отражение вот здесь чуть-чуть. Вот. Так, хорошо. Теперь нам с вами надо взять маленькую кисть. Вот такую, наверное. Сейчас я попробую. И смотрите, теперь есть у нас с вами момент, когда мы должны сделать вот эти вот светящиеся огонечки. Я беру яркий-яркий лимонный цвет и заполняю их вот этим цветом. Так, я сделала 4 из них. И сейчас я хочу размазать край. Размазать край можно просто пальцем. Смотрите, смотрите, вот так. Вот. Либо можно размазать край еще с белым цветом. Как это сделать? Смотрите, остальные у меня будут голубые. Я на них покажу. Вы берете голубой цвет, кладете в центр. Но голубой не сильно такой яркий, да? Он не особо светится. Поэтому я все-таки обращаюсь к помощи белого. Сейчас еще разок немножко голубого добавим. Белый я рекомендую вам использовать все-таки гуашь, потому что гуашь более насыщенная, чем белый акварель, допустим. Ну и на самом деле в профессиональных акварельных красках белый цвет не всегда есть. Вот. И вот так вот наши огонечки засветились, да? Теперь вы видите, что они сияют. Так. Дальше. Теперь мы с вами берем ярко-ярко-алый цвет. И это время для ягод. Просто каждую ягоду сначала закрашиваю красным. Важно, чтобы цвет был прям насыщенный-принасыщенный. И вот так вот. И так. Наши с вами ягоды готовы. Теперь нам остается сделать финальные штрихи. Это будет снег и веточки. И всякие блики. Давайте начнем с веток. Я их сделаю прямо черным-черным насыщенным цветом. Я беру черную акварель. Очень-очень много набираю на кисть, чтобы цвет был совершенно непрозрачный. Так. И поехали. Тут вот такие вот ломаные как будто бы веточки. Когда вы начинаете, да? От каждого. Вот здесь вот у вас толстая линия. А потом ближе к каждой ягодке линия тоньше, тоньше и тоньше. Можете взять кисточку потоньше. Как делать тонкие линии? Секрет просто. Вам нужно просто не сильно давить на кисть, а чуть-чуть дотрагиваться до вашей бумаги. Совсем-совсем слегка. Вот таким вот образом. Смотрите, здесь у меня случилась маленькая авария. Тут была капля воды, чуть-чуть туда утекло. И я кисточку отжимаю, как мы обычно это делаем вот так. И снимаю лишнее. Так. Все. С этим справились. И теперь время белого цвета. Белым цветом мы с вами сейчас будем делать снег, прописывать блики. И добавлять какие-то, может быть, мелкие детали. Вот тут вот я набрызгаю немножко. Можно делать набрызг вот таким образом. Можно делать вот таким образом. Обратите внимание, что у вас в таком случае вся рука будет в белых пятнах. Поэтому заранее подготовьте какую-то такую одежду, которую можно заляпать. Хотя, на самом деле, гуашь довольно хорошо отстирывается. Как и акварель. И на каждой ягодке ставим белый блик. Можно чуть-чуть в небо еще положить, да? И теперь, посмотрите, есть такие места, на которых, на мой взгляд, не хватает теней. И сейчас я просто добавлю кое-где кое-какие акценты. Это все тот же наш с вами фиолетовый цвет. Теперь немного малинового. Чтобы показать форму. И чуть-чуть размоем. Еще мне бы хотелось более яркий контраст между небом вот этим вот и снежком. Поэтому я вот здесь вот еще раз намочу это место. Посмотрите, здесь надо быть предельно аккуратными, потому что у вас может этот свет утечь вверх. Или не растушеваться. Это будет смотреться не очень. Смотрите, это нужно делать аккуратно. Но, возможно, у вас нет такой потребности. Может быть, у вас не достаточно яркое такое светящееся получилось. Так, в принципе, мне уже нравится. И последний штришок. Это можно взять черную ручку и доделать какие-то акценты, какие-то моменты. Уже ручкой. Но тут надо быть с контуром. Очень аккуратными. Смотрите, самый-самый сок этой работы в том, чтобы у вас получились яркие контрасты и ровные красивые линии. То есть, свет ваш и снег должен быть максимально ярким-ярким, светящимся-светящимся, прям все блики белыми-белыми. Ваши тени должны быть непрозрачными, очень темными, насыщенными. Цвета такие яркие, как красный, они должны быть сочными-сочными. Тут я, видите, чуть уже рукой поднамазала. Так. Вот за счет вот этого яркого контраста здесь свет прям горит-горит. Ну что ж, подписываем нашу работу. С вами была Саша. Я рада видеть вас на своем канале. Пожалуйста, ставьте лайки, не забывайте про них. Это очень важно для меня и просто для вас. И теперь самый классный момент, когда мы снимаем скотч. Ну что ж, вот и все. Наша работа готова. Спасибо, что были со мной. Спасибо. Спасибо. Спасибо.